МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Москва, 14-я студия, ток-шоу «Поиск говорят». В этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Советскому Союзу он был известен как Жора Трамбон. Талантливый музыкант, концеррансье, популярный артист эстрады, работавший со звездами российской сцены, отец двух дочерей. Георгий Павличенко считался настоящим мужиком и примерным семьянином. Но спустя 25 лет совместной жизни он неожиданно заявил любимой жене, что отныне перестает быть мужчиной и превращается в женщину. Что чувствует человек, который на 50-м году жизни меняет не только имя, но и пол? Легко ли ужиться со своим новым телом? Сегодня в нашей программе люди, которым довелось быть как мужчиной, так и женщиной. В каком теле они чувствовали себя счастливее и почему? Тема нашего эфира сегодня – «Гусарская баллада». Разрешите мне представить гостей в нашей студии, которые принимают участие в беседе. Александр Зиненко, репортер телекомпании НТВ, автор фильма «Поменяться полами». Добрый вечер. Барри Алибасов. Добрый вечер. Одна из первых в России, кто решился на операцию по перемене пола – Варвара Странжей. Здравствуйте. Пластический хирург Андрей Жуманов. Добрый вечер. И психолог и журналист Владимир Шахиджанян. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Гастрольная жизнь, женщины, застолья. Долгие годы они были не только партнерами, но и закадричными друзьями. Все делили поровно. Теперь они по разные стороны баррикад. Может ли в это поверить лучший друг? Об этом сейчас расскажет Александр Ерченко. Добрый вечер. Расскажите, как вы восприняли известие о том, что ваш товарищ Жора стал женщиной? Первое ощущение – это было шоковое. Я знал Георгия, как, ну, меня поймут, как настоящего мужика. То есть это хорошо сложенный парень, возле которого всегда мы видели стайку поклонниц, которые следовали за ним, который никогда себе не отказывал в маленьких удовольствиях. И если другим, скажем, нужны были какие-то усилия, чтобы привлечь к себе внимание, ну, скажем, женского пола, то у Георгия это получалось абсолютно естественно. Он знал секреты подхода к девушкам. Обсуждали всегда темы чисто мужские. То есть темы футбола, тема, где можно попить вкусного пивка. И не возникало никаких даже подозрений или каких-то других ощущений. Но как-то он выделялся в вашем коллективе, кроме того, что он пользовался популярностью у женщин? Ну, он выделялся, но он выделялся, скажем, с творческой стороны. Во-первых, Георгий – это очень талантливый артист. Артист, который владеет таким инструментом, как тромбо. Кроме этого, он был замечательным конферансье. И он стал лауреатом всесоюзного конкурса артистов эстрады. Давайте посмотрим фрагменты. У нас есть фрагменты выступления сейчас. Скажите, а после операции по смене и полу вы встречались или нет? Мы встречались несколько раз. И, конечно, первая встреча запомнится мне навсегда. Она где-то граничила между реальностью, между сном. Разговор о Жанночке в нашей семье уже шел несколько месяцев. Что вот есть Жанночка, которая сменила пол. Моя жена дизайнер одежды. И она дает ей какие-то советы, как одеться, значит, по стилю, по макияжу. Ну, Жанночка, да Жанночка. Никаких ассоциаций, естественно, у меня не возникало. Тем более, что моя Марина, она не была знакома с этим этапом моей жизни, которой я был знаком с Георгием. И вот однажды моя жена приходит и говорит, «А ты хотел бы увидеть Жору Павличенко?» Я говорю, «О, а ты его откуда знаешь? Мы никогда о нем не говорили». «Хорошо, сейчас ты его увидишь». Она говорит, «Жанно, заходи». И заходит женщина с тортиком, с такой улыбкой, немножечко натянутой, нервной. «Я не могу понять. Ну, здравствуйте». «Здравствуй, Саша», — говорит мне Жанна. Ну, я вижу, ну, черты лица знакомые, понимаете? Голос знакомый. И тут я, наконец, понимаю, что Жанна — это и есть Жора Павличенко. Ну, вот это интересное же ощущение. Человек, который был в мужском теле, сейчас вы увидели его в женском теле, что изменилось? Хочу сказать, что, конечно, изменилось многое. Вот они сидят с Мариной, я сижу, третий, мы едим тортик, пьем чай, общаемся. Ну, там немножко повспоминали. И тут разговор начинает плавно уходить в сторону о каких-то подвязочках, о помаде. Значит, о том, как за... Жанна начинает рассказывать вот о своем, скажем, кавалерии, который вот претендует на ее внимание. Ну, я понимаю, что в этом обществе как-то мне уже не очень есть место. Но у нас есть еще мнение одного приятеля. Это известный ныне телеведущий Петр Кулешов. Он тоже знал Георгия до того, как тот стал Жанной. Вот что он говорит. Внимание на экран. С Жорой мы работали 12-15 лет назад, и тогда ни о каких-то транссексуальных операциях речи не то что не шло, а быть не могло. Это был более чем нормальный мужик. Пользовался успехом у женщин. У него возникали периодически вдумчивые романы. Я думаю, что, в общем, на Жанну Жорины грехи не распространяются. Он наплевательски относился к собственному здоровью. У него была прободная язва. Ему вызывали скорую помощь. Через 5 минут он шел есть жареную курицу. Он мог сказать, в морду дам. Развернуть плечи, так сказать, свои такие здоровенные, сказать, да сейчас я тебя тут... Курил две пачки сигарет в день. К алкоголю относился, так сказать, без фанатизма, но мог и напиться. Ответственный семьянин, в отличие от всего нашего эстрадного коллектива, он был просто самый ответственный. Он был чемпион мира по звонкам домой. Его ждала жена и двое детей. Жеманности не было приблизительно даже никакой. Единственное, мы все в то время было модно делать пародии. И коллектив был пародийный. И иногда почему-то ему хотелось... Вот он подходил и говорил, скажи, а вот похожий... И начинал петь песенку Нани Бригвадзе. Спасибо. Спасибо. Спасибо.